Все, кто собрался здесь сегодня, не хотят видеть, как исполненные власти радикально левые демократы крадут нашу победу на выборах. Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение. Этого не будет. Вы не признаете поражение, если произошла кража. Дональд Трамп выступил с этой речью в полдень 6 января на протестной акции с участием его сторонников, проходившей у Белого дома. Отсюда около двух километров или 30 минут пешком до капиталистского комплекса, где в тот день на совместное заседание собрались обе палаты Конгресса для сертификации результатов выборов. И именно туда после выступления президента ринулась толпа. Небольшие силы правоохранителей, как могли, сдерживали штурмовавших Капитолий. С полицейских, среди прочего, срывали средства защиты, били их электрошокерами и бейсбольными битами, брызгали им под маски газ. Глава Белого дома молчал долгих 187 минут, прежде чем призвал участников штурма разойтись по домам в своем обращении. В тот день погибли пять человек, десятки получили физические и психологические травмы. Ответ законодателей не заставил себя ждать. Уже через пять дней после атаки на Капитолий трое демократов, Тед Лью, Дэвид Сиселин и Джейми Раскин, представили одну статью обвинения в отношении Трампа. Подстрекательство к мятежу. Еще через два дня вопрос о том, виновен ли в этом президент США, поставили на обсуждение в Нижней Палате Конгресса. И некоторые республиканцы примкнули к демократам. «Действия президента демонстрируют его полную невозможность исполнять самые базовые и основополагающие обязанности. Он должен быть немедленно отстранен». «Роль президента в этой смуте невозможно отрицать. Она просматривается как в его записях в социальных сетях, так и в его речи в день атаки. Он добровольно продвигал безосновательные теории, которые создавали легковоспламеняемую среду, особо благоприятную для дезинформации и распри. Позволить президенту США подначивать к нападению без каких-либо последствий означает угрозу для будущего нашей демократии. И по этой причине я проголосую в поддержку импичмента президента». В тексте обвинения говорилось, что глава государства своей речью и другими заявлениями вдохновил толпу на беззаконные действия. Беззаконие, на которое вдохновил Дональд Трамп, было предсказуемо и оно было направлено на препятствование исполнению Конгрессом своего конституционного долга – сертификации выборов. Трамп отставил под угрозу целостность демократической системы, вмешался в процесс мирной передачи власти и подверг опасности о равноценной ветви власти. Это, в свою очередь, стало угрозой национальной безопасности, демократии и конституции. «В поддержку импичмента высказались все демократы плюс 10 республиканцев. Практически все они впоследствии подверглись публичному порицанию со стороны однопартийцев, а некоторые, как Конгресс Ломен, Лиз Ченни и вовсе лишились должности главы фракции». «Представители обеих партий в Палате представителей продемонстрировали, что никто не может стоять выше закона, даже президент США, и что Дональд Трамп является несомненной и действительной угрозой для нашей страны. И мы еще раз продемонстрировали, уважение к присяге, которую давали, защищать и хранить Конституцию Соединенных Штатов». После решения Нижней Палаты по существующим правилам менеджер импичмента, группу законодателей и юристов по профессии должны были передать статью импичмента в Сенат. Однако Верхняя Палата была на тот момент на каникулах, и созвать ее можно было только специальным решением лидера большинства. Тогда оно было республиканским, и его руководитель, сенатор Мич МакКоннелл, заявил, ему нужно проконсультироваться со специалистом по парламентским вопросам Верхней Палаты. Еще один процедурный аспект. Как только Сенат берется за вопрос рассмотрения импичмента, другие дела, включая приведение к присяге новых законодателей или слушание с участием номинированных кандидатов на должности в правительстве, откладываются до завершения процесса. Таким образом, Дональд Трамп покинул Белый дом в связи с завершением срока правления, пусть и находясь в процессе второго импичмента. В Сенате сменилось большинство. Президент Байден был приведен к присяге, и 25 января в Верхнюю Палату была передана статья обвинения. Впервые в истории в отношении уже бывшего президента США. Менеджеры со стороны Палаты представителей в зале готовы представить статью импичмента, которую рекомендовала Палата представителей в отношении Дональда Джона Трампа, бывшего президента США. Обвинение было представлено девятью демократами. Трамп дважды менял команду представлявших его интересы юристов. Они настаивали, нельзя устраивать разбирательство по импичменту в отношении бывшего президента. Он невиновен, дескать, протестующие пришли в Конгресс сами, а призыв Трампа был фигуральным. Продолжать разбирательство в отношении импичмента бывшего президента США неконституционно. И это чрезвычайно неправильный политический подход по отношению ко всем нам, к американскому народу. Бывший глава Белого дома отказался от показаний и перекрестного допроса. Разбирательство по существу в отношении второго импичмента Трампа по обвинениям в подстрекательстве к мятежу началось 9 февраля. Доказательства, которые мы предоставим, продемонстрируют, что Дональд Трамп не невинный наблюдатель, а что он явно подстрекал к мятежу 6 января, став вместо главнокомандующего главным подстрекателем. Конгрессмен Раскин и его коллеги демонстрировали видео и фотодоказательства спасающегося от толпы вице-президента Пенса и его семьи. Фотовиселицы у стен Капитолия с призывом мятежникам вздернут на них предателей, которым они причисляли и Пенса. И новые видео избиений полицейских, охранявших Конгресс. Связь с событиями 6 января твитов президента, митинга и его речи очевидна. Он использовал слова драться или драка 20 раз, в том числе сказав собравшимся, что им нужно драться как чертям, чтобы спасти демократию. Второй процесс импичмента Трампа стал одним из самых коротких в истории Сената. Он продолжался всего пять дней и завершился оправданием бывшего главы государства. 57 членов Верхней Палаты, демократы, независимые сенаторы и ряд республиканцев поддержали обвинения, однако для признания вины требовалось две трети голосов. 43 сенатора-республиканца выступили против импичмента. Победа – это победа. При всем уважении к сенатору МакКоннеллу мы не раненые победители. Несмотря на результаты голосования и оправдание Дональда Трампа в процессе импичмента, он заслуживает осуждения, и я верю, что его осудит общественное мнение. Он заслуживает вечной дискредитации, и я верю, что в глазах американского народа и в глазах истории его честь уже запятнана. Впрочем, спустя почти год после атаки на Капитоле расследование событий 6 января все еще не завершено. Инициативу перехватил созданный спецкомитет Нижней Палаты. В фокусе внимания законодателей вопросы о том, препятствовали ли глава Белого дома официальному процессу подсчета Конгрессом голосов выборщиков, а также, соответственно, совершил ли он уголовное преступление. Наталка Писня, Анатолий Кошенко, Настоящее время, Вашингтон.